Полный вперед! Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о рамках и маятниках, о таком направлении, как биолокация, зачем оно надо и как его применять, есть ли в нем правда или это все вымысел. Рамки и маятники это современное исполнение, в древности это называлось лазоходством, и вот то, что сейчас исполняет металлический вариант, исполнял вариант деревянный, вырезанный из лазы. При помощи лазы люди искали, где копать колодец. Это самое распространенное применение. В послевоенные годы биолокацию достаточно широко использовали для поиска обрыва, например, линий связи, для поиска, где есть невзорвавшиеся мины, снаряды и так далее. Во время чеченской кампании это же дело использовали для определения места, где будет засада и так далее. Это мы учили и к этому относились серьезно. А серьезно относились люди военные, а они ерундой не занимаются. Значит, что-то, наверное, в этом есть, да? Я же сталкивалась с вариантом экстрасенсорным. В моей жизни был вариант, когда меня приглашали отсматривать работу тренера, который в трех ступенях учил человека в три этапа тому, как работать с этим делом. Причем в процессе обучения объяснялось, как изготавливать или как дороже покупать, куда там какую-нибудь вставлять, сколько спиралей делать. Но при этом почему-то речь не шла об остановке внутреннего диалога, об измененных состояниях сознания, о внутреннем мире и всем остальном. Параллельно человека еще учили, как править другому человеку позвоночник. Кстати, вот эти вот все приемы, когда люди бросаются к другому человеку, мерить, измерять там чакры, менять их раскрытость, напряженность и так далее, я отношу к элементам развода. Это никогда нельзя проверить на объективность. И при этом будет работать внушение, что вот у вас чакра закрыта, значит, вы плохо себя чувствовали, а у вас чакра открыта, значит, вы хорошо себя чувствуете. И вот человек поработали с ним, и лапшу повесили, человек в это верит. Верит, потому что работает внушение. Как мы можем сделать рамку самую примитивную, недорогую, но тоже такую же рабочую, как и ту, что вы можете купить достаточно дорого? Не надо в нее вплетать серебряную нить, медная, алюминиевая, не имеет значения. Важно, чтобы она свободно могла вращаться. Мы разобрали шариковые ручки, вставили сюда проволоку. Вот, в принципе, готовые рамки. Такие рамки можно сделать в любом варианте. И здесь важно определить, как рамка будет вам показывать, да или нет. Более того, иногда даже это не важно. Вообще важно, будет ли изменение, будет ли у нее движение. Если она начинает двигаться, значит, вот в этом месте есть какие-то варианты изменения. При этом можно работать над картой, можно работать в пространстве. Что важно, когда вы работаете с рамкой, точно так же, как когда вы работаете с маятником. Сейчас, минуту. Вот так выглядит маятник. Если у вас нету готового, покупного, вот как в данном случае, можно сделать на ниточку, привязать обручальное кольцо. Это точно такой же маятник будет. Точно так же определяется, да, нет. Но, как определяется, да, нет. Ведь важно сонастроиться с самим собой. И маятник, и рамка являются лишь стрелкой прибора под названием подсознание человека. Таким образом, мы пытаемся вывести информацию изнутри себя наружу. Для того, чтобы информация была объективной, чтобы вы действительно достучались до своего подсознания, имеет смысл войти в определенное измененное состояние сознания. Мы уже знаем, как это делается. Это можно сделать на расконцентрации, вот на дыхании. Второй вариант, который мы тоже уже применяли, когда разговаривали, он работает чисто физиологически и очень хорошо работает, требует немного времени. Достаточно закрыть глаза, сесть в удобную позу и внутренний взгляд перевести в область третьего глаза. Сконцентрироваться в этой области и держать внимание в этой точке. Чем дольше вы удерживаете внимание в этой точке, тем больше вы расслабляетесь, расконцентрируетесь, и даже потом, открыв глаза, вы продолжаете держать внимание в этой точке. При таком условии внутренний диалог у вас медленно утихает и потом выключается. И вы, получается, сонастраиваетесь сами с собой. И тогда, поставив задачу, в данном случае не вопрос, маятник скажи, маятник скажи, «А кто там говорит? Там есть сознание? Нет, там на атомарном уровне сознание есть, но это не ваше подсознание». Обращаться к вот этим предметам, недушевленным, не имеет смысла. Не они говорят. Говорит ваше подсознание. Ваше, конкретно ваше. И поэтому здесь важна настройка вас с вашим внутренним миром, с вашим подсознанием. И таким образом будет выводиться информация. Вы будете получать ответы на те запросы, которые вы сформулировали самому же себе. И здесь важно очень четко формулировать запрос. Где место? Где вода? Где еще что-то? Какие-то вопросы, ответы на вопросы? Честно говоря, мне даже вопросы тяжело задавать, потому что я не привыкла этим пользоваться. Это наружный стрелочный прибор. Если вы начинаете работать с измененными состояниями сознания, то в какой-то момент вы натренировываете работу с собой до такого состояния, когда погрузившись в определенное состояние сознания, вы знаете ответы внутри. И тогда уже рамочный прибор, он вторичен. И даже можно заметить, что вы как бы уже отвечаете себе до того, как прибор показывает. То есть вы уже информацию получили, а потом уже эта информация отразилась на стрелке прибора. По сути дела, оно так и есть в жизни. Я встречала мнения экстрасенсов, которые говорят, что я ничего в этом деле не понимаю, и поэтому не вижу, что есть некие сущности, ангелы, проводники, эгрегоры, биолокации. Есть некие варианты подключения к эгрегорным вариантам, когда используются рамки, посвящение целое. То есть есть разные школы, которым по-разному учат биолокации. И в таком случае я присутствовала как-то на таком из семинаров, когда велось обучение, когда люди сидели, долго тупили и задавали вопрос «Маятник скажи». И маятник им отвечал. Понимаете, вопрос «А кто вам отвечал?» Понимаете? Вот у него же нет сознания. Кто вам отвечал? Поэтому тонкий план, он на самом деле существует. Я вот медленно, но верно к нему подбираюсь для того, чтобы все-таки сделать ролик, который затронет и религии, и Бога, и сущности, и так далее. Но вопрос «Кто отвечает в таком случае?» Какой план вам отвечает? Совсем не божественный. Да? Это очевидно. Вот. А если он с вами взаимодействует, и он вам выдает информацию, значит, наверное же, есть какая-то система взаиморасчетов за это. Когда начинаешь задавать себе эти вопросы, то находишь ответы. Если вы уже начинаете с такими вещами работать, лучше работайте сами с собой. Это безопасно. и вы никому ничего не останетесь должны. Потому что когда вы начинаете работать с тонким планом, с тонким планом, есть одна оговорка. Самый главный закон в нашей жизни для людей-материалистов можно на этом выключить камеру и дальше не смотреть. Да? Потому что они скажут, что это шизофрения. На самом деле экстрасенсы понимают, что это есть. Самый главный закон, который работает в нашем мире, это закон свободы выбора. В закон свободы выбора мы все пришли сюда свободными. И мы все служим Богу. Мы все взаимодействуем с Богом. Так вот, когда мы взаимодействуем с растениями, с животными, с другим планом, мы служим не друг другу. Мы служим Богу. Да? И они, и мы. И мы договариваемся компромиссно. Мы тебя содержим, мы тебя съедаем на мясо. Да? Вот. Грубо, но факт. Точно так же контракты заключаются на подсознательном уровне между всеми планами бытия. И даже если вы не замечаете, что данный контракт заключается, он заключается. Если вы обращаетесь к какой-то сущности и говорите, проводник, подскажи, проводник подсказывает, что проводнику вы отдаете взамен. Очень часто люди не задумываются об этом, а потом платят. Сколько есть эзотерических практик, когда ведется работа вот с этим пятым планом, да, с тонкоматериальным планом. И при этом человек потом говорит, что началось невезение, пропало здоровье. Есть целая система, где просто собирают возле себя, вроде пришел человек туда обеспеченным, проходит два года, и он бедный. Вот. Потому что человек платит, всегда забирается. То, что для человека важно. Ну вот как бы так. Я предлагаю брать информацию из своего подсознания. Она будет объективна, она будет надежна. Не надо выдуриваться на тему и заморачиваться на тему дорогого с серебряными нитями и так далее. Если вы действительно не слышите себя и вам надо вывести информацию из своего подсознания, вот этими приборами можно пользоваться. Да? Иногда ими пользоваться даже удобно для того, чтобы сделать наглядно показательно. Если вы вспомните ролики с Александром Леонидовичем Лавровым по бесконтактному бою, он там мерил поля у людей и очень четко наглядно работала вот эта рамка. Он ею тоже пользовался. Поэтому это не только удел экстрасенсов, это удел и военных. Главное, главное уметь пользоваться прибором под названием подсознания человека. А какими стрелками вы выведите информацию, это уже ваше личное дело. И в таком случае все будет безопасно, надежно и объективно. С вами была я, Наталья Зайцева. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова